В этом году продолжается программа по развитию инфраструктуры отдаленных районов города. Конечно, сделать сразу все чисто физически невозможно. Да и финансирования не хватает, о чем заявляют депутаты округов. Основные направления – создание уличного освещения и обеспечение населения питьевой водой. Видите, сейчас очень сложно с тем, что есть некоторые изменения в законодательстве о том, что нужно пройти межевание, нужно посмотреть, есть ли нет частные водоводы, то есть полностью пройти все процедурные вопросы, и уже после этого мы выходим на торги, и как только будут проведены торги, будет определен подрядчик, и подрядчик выходит уже на строительство. Все мы освещать, конечно, не можем, потому что денег на самом деле немного. Но что такое миллион, выделенный на 5 или 6 улиц? Мы точечно, поэтапно освещаем, по 100, по 200 метров. За прошлые годы были благоустроены некоторые улицы Солдатского, истока, поселка Сокол и стеклозавода. В этом году до наступления зимы планируют доделать начатое ранее и создать задел на будущее. Мы с вами находимся на улице Акмолинска. Было принято решение все-таки довезти сюда водовод, хотя мы с вами видим, что протяженность довольно-таки значительная, около километра. Понятно, что при дефиците финансирования, то есть при дефиците бюджета, мы за один год это не сумеем сделать. Но если будем идти поэтапно, то мы все равно на протяжении года-двух мы воду сюда подведем. Самая большая проблема – это вода. Вот отсюда полтора километра. Стоимость порядка 5-6 миллионов. Вот здесь, наверное, мы предложим жителям поучаствовать. Ну, как там, в Тулунжик, порядка 600 дворов. Активное участие жителей не обязательно, но необходимо для ускорения работ. Чем больше людей заинтересовано в получении благ цивилизации, тем быстрее они появятся. Дмитрий Благодырь, Александр Иванчиков, Юрий Тучков. Первая альтернативная.